Глава Коми высоко оценил работу спасательных служб региона. Несмотря на то, что количество чрезвычайных ситуаций увеличилось, удалось не допустить больших жертв. Вячеслав Гайзер отметил, что необходимо сделать ставку на подрастающем поколении и уже с детского сада воспитывать безопасное поведение, как с огнем, так и на воде. Кроме того, по словам руководителя региона, сегодня и спасатели, и муниципалитеты должны теснее взаимодействовать с местным населением в вопросах безопасности. Будем более активно работать, привлекая население, общественность, потому что вот те формы добровольных пожарных дружин и участие населения в разрешении чрезвычайных ситуаций сегодня тоже в докладе звучали. И это подтверждение того, что на самом деле нужно использовать все возможные варианты для того, чтобы люди в республике чувствовали себя более уверенно с точки зрения безопасности. Сегодня главный спасатель региона Александр Князев опроверг слухи о сокращении федеральной противопожарной службы. Он заверил, численность не сократится ни на одну боевую единицу. На сегодняшний день в пожарных подразделениях КОМИ, в том числе и во вновь открывшихся, нет проблем ни с кадрами, ни с современной техникой. Мы получили новые образцы техники, которые именно могут работать при низких температурах, при той проходимости, которая требуется к месту, чрезвычайной ситуации или пожара. Я думаю, что техникой мы обеспечены. Главное, правильно эксплуатировать и все время прибывать на пожарных сомнодельных технических регламентов. Прошлый год, по оценке экспертов в КОМИ, прошел спокойно. Зарегистрировано 6 чрезвычайных ситуаций, среди которых крупный пожар на нефтяных резервуарах в Усинске, поводок в Усть-Целемском районе и крушение вертолета в Инте.